Метроид Ну, собственно, завязка в одну строку, поэтому я вам прочитаю все-таки основной сюжет, чтобы вам было более интересно, и для тех людей, которые не знают, чтобы вы немного погрузились в сюжет, что вообще тут происходит. Игруха в 1986 году, кстати, выходила на Famicom Disk System, потом она в 87-м вышла для Америки. Просто Famicom Disk System очень нераспространенная консоль была в мире, в отличие от того же Nintendo Entertainment System, которая была на картриджах. Famicom Disk System была на дискетах, и игруха, кстати, в Метроид выходила аж на трех дискетах. Это в Японии в 86-м, в 87-м была в Америке, был релиз, состоялся, и в 88-м в Европе. Вот, давайте зачитаю сюжет, и, наверное, приступим. В году 2000-м, это по космическому календарю, соответственно, игры, лидеры разных планет объединились в Конгресс, ставший известным как Галактическая Федерация, с целью создать справедливую и структурированную Вселенную, жители которой могли бы развиваться и процветать под предводительством новой федерации. Жители разных планет начали завязывать между собой отношения, и начала создаваться новая цивилизация. Были созданы новые типы транспортировки, такие как межзвездные корабли, и социум процветал, используя новые технологии. В это время Земля вошла в контакт с представителями тех миров, и также получила доступ к их продвинутым технологиям. Казалось, что в новом социуме все хорошо, однако группы известных космические пираты стали атаковать мирные космические корабли, с целью получения ценных вещей, вселяя страх в сердца людей. Для того, чтобы противостоять этим атакам, федеральное бюро создавало новые боевые силы, известные как космическая полиция. Но воевать с пиратами было очень тяжело, так как их было трудно преследовать в открытом космосе, даже с использованием продвинутых технологий федерации. И тогда федерация начала нанимать группы смелых бойцов, получивших название космических охотников, которые преследовали пиратов, используя лучшее оружие из имеющегося. За уничтожение пиратов федерации давали большие награды. Сейчас идет год 2000-й, и вселенная продолжает развиваться, хотя бои все еще идут по всему космосу. Недавно пришло сообщение, в котором говорится, что по космосу летит корабль с капсулой, содержащей неизвестную форму жизни, с пустынной планеты SR-388. Эта планета была атакована и захвачена космическими пиратами. В настоящий момент исследования об этой форме жизни не закончены и находятся в замороженном состоянии. Но уже известно, что облучение экземпляров бета-лучами в течение 24 часов заставляет их размножаться. Некоторые ученые верят, что эта форма жизни могла быть результатом уничтожения жизни на SR-388. Ученые решили назвать это существо Метроид. Простая мысль о том, что это существо находится в руках космических пиратов, повергала в ужас. Если пираты узнают, как это существо размножается, то они смогут использовать его в качестве мощного оружия. Федерация пытается найти пиратов. В результате было обнаружено, что их база находится глубоко внутри планеты Зебис. Ну вот собственно мы на этой планете сейчас и будем путешествовать. И искать соответственно этих пиратов и главного их вожака. Пока шла война, пиратам удалось воспроизвести деление метроидов. Остался единственный вариант проникнуть на Зебис и уничтожить лидера космических пиратов материнский мозг. Трудность состояла в том, что планета Зебис представляла собой природную крепость в виде огромного лабиринта. По всему лабиринту находились разнообразные ловушки и союзники пиратов. Для выполнения миссии требуется особенный представитель и федерация выбрала для нее самого сильного изо всей организации. Космических охотников. Самус Аарон. Вот собственно мы и начинаем. Друзья, извините, может быть не все четко прочитал. Я как обычно в начале видео слегка волнуюсь. И еще хочу сказать, что игруха очень сложная. Сложность заключается в том, что здесь нет просто карты в этой игре. И это просто хардкор максимальный. Если бы карта была, как в других частях метроида, то было бы полегче гораздо. Я конечно прошел перед тем, как записывать эту игруху. Поэтому знаю, что делать. Ну, надеюсь получится без потери жизни. Я так подготовился. Если что, посмотрел, как можно тут сохраниться. Вообще, когда игруха выходила на Famicom Disk System, там можно было сохраняться. Но вот версия, которая выходила на NES, на Nintendo Entertainment System, на картриджах разработчики и издатели в лице Nintendo поскупились на батарейку. И получается, ну, в отличие от той же Зельды, просто Зельда немножко раньше выходила и была хитом. Вот, метроид таковым не являлся первая часть в разработке. Задача, конечно, этим разработчикам была поставлена сделать хит, но никто же не может гарантировать правильно 100%, что игруха будет хитом. Вот, и, соответственно, было решено в какой-то момент, что картридж не получит батарейку и получит он пароли. А на Famicom Disk System там была возможность, ну, это компьютер, там была возможность, конечно, сохраняться и проблем как бы не было. Тут, получается, тут, знаете, до сих пор эти пароли, они, ну, легендарные пароли, они длинные здесь. Мы играем, правда, в русскую версию, я не знаю, короче, как тут с паролями обстоят дела, мы вряд ли их будем вводить, я постараюсь пройти, не померев, но если, ну, и с одного присед, в один присед, блин, вот это вот зацепился. Жизнь у нас в левом верхнем углу, кстати, энергия, 52 единицы, не со 100 еще процентами ты начинаешь вообще свой путь, это очень неприятный момент, то есть тебе приходит, у тебя всего 30, 30 единиц здоровья, так, лети вверх, замучал меня. Вот, и потихоньку мы, конечно, восстанавливаем. Я натренировался, конечно, по максимуму, ребят, чтобы получилось пройти, решил писать тоже игруху с комментами, до этого, вы же знаете, рубрика Old School у нас в основном без комментариев, потому что, ну, там, 20-30 минут ты поиграл, вот, прошел игруху и, как бы, конец истории. Но Метроид все-таки игра, которая достойна голосового сопровождения, поэтому я решил все-таки, все-таки здесь свои впечатления, свои эмоции, опять же, может быть, разочарование или, ну, этот, лик победы, короче, все это отобразить. Так, сейчас, одну секундочку, что-то я заболтался, заговорился, какую-то ерунду напорол, просто одновременно крошить этих ребяток и что-то толково говорить, вот это вот у меня всегда с трудом получается. То есть, либо разговаривай, либо, короче, записывай. Две вещи одновременно. Не Юлий, Цезарь, я нифига. Тем временем, 84 единицы энергии, я доволен, что получилось подсобрать, это круто. 99 у нас всего поначалу, но по мере прохождения, по мере прохождения мы, конечно же, будем улучшать своего персонажа. Какая штука? Почему игру, я сказал, легендарную сегодня проходим? Потому что Метроид, ну, если вы не в курсе, Метроид, есть даже такой целый жанр, который назван в честь этой игры, Метроид Ваня. Имеется в виду следующее, что поначалу мы исследуем определенные локации и в определенных, опять же, комнатах мы не можем где-то пройти, не можем добраться до каких-то, ну, предметов, да, закрытые они там дверьми, допустим. По мере прохождения, по мере прохождения наш герой прокачивается, мы получаем некие улучшения, находим ключи, ну, соответственно, еще лабиринтом сделан этот мир. Вот, мы получаем улучшения для персонажа и ранее недоступные места становятся для нас теперь доступными. Ну, логично. Так, забрался наверх, прошу прощения, знаете, что еще? Не открыл я карту, не открыл я карту, по которой буду ориентироваться. Я, по-моему, не сказал, да, об этом? Я себе подзагрузил карту, по которой тренировался проходить, пометочки сделал, чтобы у нас, ну, чтобы не было проблем. Потому что игруха, во-первых, она без карты, это делает очень, ну, очень усложняет прохождение. Это раз. А второе, второе, здесь есть одинаковые комнаты. Разработчики, получается, торопились, чтобы вложиться в сроки, им пришлось некоторые локации продублировать. И это тоже очень путает. Вот. Поэтому карта просто необходима. Я тут себе, конечно, с пометками... Сейчас, нужно еще открыть возможность редактировать, чтобы я отмечал. А как мы будем проходить? Сто процентное будет прохождение, то есть мы посетим все местечки, ну, значимы. Соберем все предметы в какие-то тупики, где, короче, ничего полезного. Туда забегать не будем, тут есть такие комнаты-обманки. Вот. В них, конечно, я не хочу заглядывать. Так, направо. Нам первым делом нужно получить ракету. У нас есть обычный бластер, правда, стреляет, как вы видите, он недалеко. Это тоже, короче, не очень здорово. Вот. Первое, что мы получили, первую нашу способность, это возможность сворачиваться вот в такой шар. Тут еще есть некоторые противники, которых невозможно победить. Ну, то есть они не уничтожаются, вот эти вот, например, летающие какие-то ракушки. Так. Куда ж мне первым делом бежать, я вот думаю. Наверное, нужно получить ракеты. Я немножко спойлерю. Вот. Но что делать? Что делать, если мысли только о том, чтобы получить ракеты. Да. Игруха, кстати, в детстве, когда она выходила, 86-й год. Мне всего был педагод. Так что я не проходил ее на тот момент. У меня, кстати, был картридж. Ну, видимо, не мой личный. С кем-то я поменялся. Вот. Какого-то товарища. И получается, этот карик... Ну, я запустил эту игруху. Там был, по-моему, не только метро. Там несколько игр было. Я такой, что вообще за хардкор? Добежал там до первого врага. И думаю, нет, в такой я не могу играть. Мне понравилась игра. Я вообще не понимал, что делать. И, ну, не знал, как, короче, проходить. Я ее забросил тогда. Очень жалею об этом. Спустя какое-то время я, конечно, оценил эту игруху, что она очень крутая. Стоп. А здесь у нас... Какие же ракеты я получу, если я, блин, не могу... Если я не могу просто тут спуститься. Я даже не знаю. А! Ребят, я немного пробежал дальше, чем хотел. Ладненько, бежим тогда направо. Здесь должен быть энергетический блок. Увеличить здоровье. Ну, если я до него доберусь. Блин, я переживаю, честно. Игруха, кстати... Оп. Оп. Не, нормуль. Добрались. Блок забрали. Теперь у нас не 99 единиц здоровья, а аж 200. Это хорошо. Но дальше пройти не получится, потому что у меня нет по-прежнему ракет. Без ракет нам тут вообще ничего не светит. Возвращаемся назад. Я проходил, кстати, тренировался на 3DS-ке. У меня есть... На 3DS-ке я прям... Ну, на 3DS-ке сложнее. Играй тут с джойстиком-то. Включил, короче, круто. Я такой думаю, вау, тут она и работает, наверное, по-по-веселее. На 3DS-ке что-то... Ну, не знаю, может быть, за счет того, что все-таки портативная консоль. Не то, чтобы там какие-то были траблы. Вот. Но тут, конечно, играя на полноценном контроллере, то есть подключая на большом телевизоре, все это в разы удобнее. Нравится мне больше. Я прям доволен, что прохожу эту игру. Ну, я надеюсь, что получится. Тут, знаете, она хардкорная-хардкорная, а под конец там вообще просто кошмар. Вот. Я всю игру... Начало было сложным. И ты такой... Ну, знаете, как обычно... Начать игру легко. Вот многие игры, если вы играли, да, то есть начинаешь, но как бы особых... Особых траблов нет. То есть, бывает, конечно, исключение, но прям, чтобы какой-то там лютый хардкор, нет. А тут, получается, ты начинаешь играть, и тяжело. Потом, короче, ты такой, все, норм, ты просто царь, прокачал героя, прыгаешь, налево-направо раздаешь, и в конце тебе опять просто так именно там... Казалось, ты вроде бы такой уже весь на прокачке, но нет, под конец игруха просто может удивить. И это очень круто. Кстати, моей любимой частью является третий метроид. Ну, Сон Супер Метроид называется, который выходил на... Супер Нинтендо. Вот, поражала меня эта игруха с момента ее появления и вообще все время. У меня тогда была Сега, когда вышел Супер Метроид, и я такой думаю, блин, почему этой игры нет? Что? Я смотрел вот это, Денди Новая Реальность или что-то там, и в ней в заставке показывали Метроиды. Я такой, блин, офигеть, вот эта игра, что это за игра? Типа, на Сегу купить. Ну, потом узнал, что, короче, она эксклюзив Супер Нинтендо. Так, а куда я, блин, прибежал? Вот это вот я опять заболтался. Ребятки, а я не туда поднялся. Нам нужно было, наоборот, в самый низ. Вот я, блин. Вот я, блин, Андрюха. Заболтался. Нам нужно здесь было в самый низ. Так, ну, главное, конечно, сильно не царапаться, об этих противников, потому что так потихоньку-потихоньку жизнь уходит. Пять единиц, кстати, восстанавливают. Восстанавливают. Восстанавливают у нас вот такие вот появляющиеся такие точки. Мануала, конечно, у меня нет, потому что и катериджи, собственно, нет. Я, конечно, мечтаю себе взять американский Nintendo, именно Nintendo Entertainment System. Когда-то у меня был, конечно, Дэнди, но я его подарил сеструхе своей двоюродной. Вот, живет она в другом городе, а сейчас уже и в другой стране, в Крыму она живет. Вот, получается, это было... И это было очень давно. Я тогда что-то перестал катать на приставке. Думаю, нет смысла мне, типа, сеструха младшая пусть развлекается там. Познает мир игровых развлечений. Вот. Ну и, соответственно, подарил. Она там, наверное, была счастлива в тот момент. Не знаю. А может быть и нет. Так, 94. Тут есть, конечно, моменты, где можно нафармить. Но фарм, кстати, достаточно тяжелый. Тут, знаете, такой фармить, типа, не фармить. Не знаю, что лучше, может быть, свинтить, чем просто. Потому что вроде бы фармишь, и в тот же момент, наконец-то, ребят, ракеты. Мы получаем ракеты. И теперь дела у нас будут идти получше. Так, пока можно здесь отстояться. Вот. Но нужно еще улучшить этот бластер. Потому что бластер вроде стреляет, а вроде и нет, да? Ну, что это за бластер, который ограничен дальностью выстрела? Это вообще какая-то, какая-то фигня. Кстати, ракеты как-то. О! Ракеты это просто царь. Практически любой враг с одного попадания. Ну, кроме, конечно, там, боссов каких-нибудь. Вот. Не стержится. Метроид, кстати, вот этот, который выходил в 86-м году. Он получил ремейк. Называется метро... Нет, неправильно. Хотел сказать метро и тазер М, но это не та игра. Эта игруха, кстати, метро и тазер М. Одна из самых моих любимых тоже частей. Выходила она на Nintendo Wii. Разработчики этой части... Сейчас подглядываю на карту, где мы находимся. Разработчики этой части, это Team Ninja. Они очень круто сделали. Там от третьего лица просто... Блин, фантастика. Я играл прям в захлеб. И он на 100% прошел. И обязательно ее запишем на канал, потому что... Я почему вообще начал играть в первый метроид? Потому что я хочу пройти всю серию. А как лучше всего начать? Начать лучше всего с первой части, конечно же. Так, знаете, правильно или нет? Нет. Налево вот здесь нужно завернуть. Да, без карты ориентироваться очень сложно. В других частях, конечно, карта есть. Те это облегчает просто прохождение в разы. Ты можешь на нее посмотреть. Я помню, на 3DS в какой-то части даже внизу был... Ну, то есть, там же двойной экран. Внизу карта, ты бегаешь. Вообще так легко ты видишь сразу, где находится герой. Это просто супер решение. Ну, первая часть. Я знаю, что люди многие спидранят ее там за какие-то минуты. Но мы не безумные люди. Мы обычные. Мы обычные. Андрюх обычный человек. Он безумный. То есть, он не наиграл в 100 тысяч миллионов часов в метроиде. Мы будем качественно с комментариями тихонько проходить игруху и получать несказанное наслаждение от этого всего. Блин, какой кнопкой. Потерял кнопку, которая меняет этот... Ракеты. Да, немного я тут запутался. Надо разобраться сейчас. Кстати, ведь, когда меня... Ну, переключаешь на ракеты, загорается другим цветом часть костюма и бластер. Ну, там вообще бластер типа в руку встроен. Пошла, кстати, музыка другая, видите, и тревожная ткань. А, отдельный, кстати, отдельная история с композициями. Так, у нас тут нужно 5 ракет, чтобы сюда проникнуть. Но у меня как раз 5 есть. Какой кнопок, который стреляет. Тут есть двери, которые 5 ракет, 10 ракет, ну и так далее. Вот такие вот у нас тут ребятки, окаменевшие сидят. И мы получаем первую способность. Это, точнее, не первое, это первое улучшение. Не способность улучшения бластера. Теперь он стреляет на весь экран. На всю длину, ширину экрана. Короче, очень круто. Будет полегче. Это единственное, что все ракеты я потратил. Надо было подсобрать. Тут, кстати, есть просадки, получается. И очень-очень неудачно сделан тот момент, что когда перемещается экран, то враги продолжают двигаться. И бывает, тебе могут нанести дополнительный урон. Ты как бы сбежал, короче, в другую часть экрана. И, в принципе, ну, тебе в спину там типа того. Типа кинули камень, что-то типа того. Так, ребят, мы получили пару улучшений точно получили. Куда нам дальше, я не знаю. Давайте направо. Мне нужно теперь еще найти бомбу. Вот, возможность пользоваться бомбой. Я, блин, не помню просто, где она. Со своими пометками этими. Сейчас надо все-таки подсмотреть. Да, бомба. Вроде бы все поотмечал себе. Вроде бы карту нашел. Там, кстати, карт, ну, море. Выбирай любую. Я так подошел ответственно к этому делу. Но, ну, не могу сказать лучше. А тут все-таки пришлось мне самому там что-то дорисовывать на этой карте. Ребята, конечно, молодцы, заморочились. Сделали достаточно качественно, но не супер. Ну, то есть, ну, не знаю. Лучше, наверное, и не сделаешь. Но просто сама игра так построена, что карту тут суперкруто, наверное, не прорисуешь. Мы были, кстати, в этой комнате. Вообще, мир первого метроида, он не очень большой. Вот, и запомнить можно. Но нужно в игре провести больше времени, чем я это сделал. Я, кстати, играю с джойстика этого 8 бит до. Рекомендую всем просто такая цаца. Прям, ну, прям, прям, просто радуюсь, не нарадуюсь. Я уже столько игрухов записал по... Ну, все, что у нас по old school я с этого джойстика пишу. Блин, что ты... Что ты делаешь? Гляньте, гляньте, снял мне жизнь. Еще тут синий фон и полоска жизни. И еще не дали мне этот восстановить здоровье. С 59 единиц сотни осталось. Труба. Короче, вжарили меня тут не кисло. В замкнутом пространстве один на один просто раздали мне там двух здоровых. Да, видите, проседает, когда много противников в кадре. И когда ты еще стреляешь, вот-вот, в этот лаву падать не стоит. Какая же все-таки Метроид 3 красивая? И какие крутые переиздания, ну, ремейки. Все это обязательно запишу, посмотрите, сравните. Мне так хочется с вами поделиться, ребят. Я думаю, вы кайфанете. Так, так, так. От тех игр, если не играли, то обязательно возьмите себе их на заметку. Сейчас просто еще и новый Метроид анонсирован на E3, которое прошло недавно. Метроид. Блин, 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 блин. Метроид. Дред, по-моему, или как-то так. Как-то так, как-то так, не так. Блин, жизнь уходит, меня со всех сторон фигачит. Я пытаюсь вспомнить это название. Но, по-моему, там как Дред, только Дред. Как Судья Дред, нет, наверное. Ну, в общем, если знаете, напишите мне, потому что я что-то не могу вспомнить. В общем, классный Метроид. Он такой именно двухмерного плана. То есть он трехмерный, но сделан как вид сбоку. И это прикольно по-своему. Катань, как бы. Уважение. Кстати, Метроид Азер М, который, вот я говорил, выходил на ВИ, он тоже такой, типа, 2D, 3D, там камера меняется. И там еще такой прикол. Ты джойстик берешь от ВИ, контроллер, которым нужно направлять в экран. Да, не нунчак, а именно сам вот этот пульт. Разворачиваешь его как джойстик Дэнди. У тебя, получается, слева крестовина, справа две кнопки. И ты начинаешь, типа, бегать. Но в некоторых моментах ты можешь на первое лицо переключаться. Тогда тебе нужно просто джойстик повернуть в экран. И камера сразу меняется на вид от первого лица. И ты полностью можешь там осматриваться. Это очень круто. Просто я вспоминаю такие эмоции. Обязательно запишем. Обязательно просто это нужно сделать, чтобы вы увидели это чудо. Если у вас нет Нинтендо ВИ, я вам запишу игру, чтобы вы посмотрели. Если у вас есть Нинтендо ВИ и вы не играли в Метроид, срочно это исправляйте. Так, я не помню, здесь я был или нет. Видите, комната очень похожа. Ну, по-моему, не был. Я так вроде стараюсь. Бляха, муа, 65 единиц. Не, мухи другие, эти летающие. Не было силы. Я ракетами, кстати, практически не пользуюсь, но у меня их и нет сейчас. Да, возьми, что уже жить. А, вот тебе и здрасте. Ракетами закрыто. Конечно же, ракетами не пользуюсь. Нужно пять штук с собой притащить. Я продевал этот момент, не подумал, что здесь дверь. Ну, забыл. Просто забыл, что здесь дверь закрыта. Так, ну, две ракеты получили. Нужно еще, видите, фарм. Фарм пошел. Надо поуничтожать врагов. По две ракеты всегда выпадает. Это, конечно, так себе история. Ну, что делать? Немножко по-разному себя ведут. Вот вроде сейчас этого надо перескочить. Хорошо, здоровье это всегда хорошо. Ну, хотелось бы все-таки и ракеты как-то. Я даже не помню, что мы тут найдем в этой комнате. У меня вроде бы и карта перед лицом. Но там я со своими пометками... О, есть еще две ракеты. Поперечеркивал все. То есть тут, конечно, правки. Есть стрелки на карте, куда бежать. Там просто есть пару тупиков. Я смотрел еще прохождение. Не мог там пройти. Один момент. Я его помню еще по метроиду. Этому самому переизданию тоже. Там есть этот... Ну, такая же комната. Это же ситуация. Там тяжело. Надо бомбу, короче, там, ложить под себя. И прыгать, прыгать. Ложить бомбу под себя. Как-то так. Вот. И тебя подкидывают, получается. Ну да, точно. Тебя подкидывают. Блин, что я горожу, Андрюха? Остановись. Короче, получается, когда ты сворачиваешься этим шариком и используешь бомбу, персонажа подкидывает вверх. И таким образом, типа, люди там проходят. Но это так проходят, блин, спидранеры. Я просто смотрю, и люди все пытаются это повторить. И у меня такой вопрос. Зачем вы это делаете? Типа, там вообще по-другому. Эту комнату надо обойти. И мне пришлось реально перерисовать полкарты, найти там моменты. Я так запарился с этой фигнёй. Но я вам покажу, как правильно там проходить. Никаких моментов. Ой, ой, бери уже, бери. Вот это вот то, что нам и нужно, ребят. Кстати, бомба, наконец-то. Это просто бомба. Так, бомба или не бомба? Да, мы можем теперь вот так оставлять бомбы. Вот о чём я и говорил. И теперь, теперь мы сможем проходить в ранее недоступные места. Да, и уничтожать вот этих врагов теперь будет попроще. Чё, бля, хабухольное не ты творишь? Я сказал попроще. Эти подкидывают сам мусор. Круто, что в каждой локации своя музыка. Ну, она в каких-то моментах повторяется, но то, что ты забегаешь в новую локацию, и музыка различна, это очень здорово. Тут есть такие просто композиции. Кстати, музыка в японской и американской версии отличаются. Это так, чтобы вы знали. Вот, в японке вроде как получше звуки. И мы играем в американку. Если в японке получше, то представляете, какие звуки там. Для Дэнди всё-таки это очень здорово, что звук такой. Вот тут вот, кстати, лагается. Ну, ладно. Ещё когда ты типа три раза стреляешь, ну, всего можно три патрона выстрелить одновременно. Да, вот тут вот меня хорошенько только что прогрели. Лава эта. Тут она так не шевелится, я вспоминаю. Опять же, версию просто Super Nintendo. Там выглядит всё просто царски. Лис. Ну, для Дэнди и это как бы здорово. Тьфу, блин, выскочил. Тут, кстати, можно упасть в лаву, потом фиг выберешься. И я всё переживаю за эти несколько... Ну, там, есть несколько моментов. Вообще, как бы прям критических таких ситуаций, ну, прям особо нет. Но иногда просто что-то ты бывает упадёшь, и она не прыгает как надо. Ну, Самус не прыгает как надо. Ладно, ладно, спойлернул. Я думаю, все в курсе, да? Кто наш главный герой? Или не в курсе? Вот тут вот секретик такой. Ох, тут сейчас меня начнут жахать. Да что такое? Выкрутился из передряги. Ну, прикольно, видите? И зажигается на самой двери тоже, получается, когда ты переключаешь на ракеты. Так, пять штук, чтобы открыть. Ещё прикольно сделано, что когда ты дверь расстрелял вот с пятюю ракетами, уже больше не нужно. То есть, есть закрытые двери, красные вот эти вот, ну, такие какие-то, оранжевые. Ой, ребятки, я взял, получается, обалденную штуку. Это заморозка. Теперь мой бластер замораживает врагов, и это прям, прям как нельзя к стадии. Но по-прежнему, по-прежнему я не вижу, куда нам идти дальше. Я вот пытаюсь вспомнить маршрут. Я так долго проходил игру, что я забыл начало. То есть, пытаясь круто там под конец просто всё перепройти. Я специально там переигрывал. Там хотел показать, как замораживает. С этих, кстати, ничего не выпадает. Заморозка действует прикольно на врагов. Ты можешь его остановить и использовать как трамплин. То есть, видите, вообще круто. Вот, ну, один раз стреляешь, он замораживается. Второй раз стреляешь, размораживает, соврат. Но только не все враги. Вот, допустим, ракушки эти. Так с ними так поступить нельзя. Хорошо, куда нам дальше идти? Что нам дальше искать? Лучше просто мир. Тут есть, кстати, несколько локаций. Они поделены, как бы, у них есть название. Есть Crates Hideout. И этот... Укрытие Акрейда. Укрытие Ридли. Northair. Brinstar. Я не знаю, как переводится. Torian. Это вот локации, которые здесь есть. И... Соответственно, четыре штуки. Получается раз, два, три, четыре... Нет, пять. Вот. Я вот думаю, в какую из них лучше всего нам отправиться, чтобы было все окей. Да, и, кстати, игра имеет четыре концовки. В зависимости от того, за сколько вы часов ее пройдете. Если меньше двух часов, то самая лучшая концовка. Ну, в принципе, концовка всегда одна. Если ты побеждаешь главного босса, то как бы один финал. Но по-разному, получается, с вами взаимодействует персонаж игры. То есть... И я надеюсь, мы пройдем на лучший финал. Я постараюсь, конечно, это сделать. Я не рассчитываю играть больше. Блин. Вот тут вот... Вот тут первый раз, кстати, я боялся, что... Нет, это... Ну, не выберусь. Типа, видите, не допрыгивает самус. Это... А, так, блин. Опять. Но, когда появляется вот этот кусочек земли, тебя, типа, закидывают наверх. Рано прыгнул. Давай. Сейчас только здесь пропрыгиваем два часа. Ну, тут опять рано прыгнул. Она может секунду посчитать, что тут... Я не везучий, правда? Да. Наконец-то. Я быстро прочитал где-то до 20 и получилось. Даже этот момент... На самом деле... Нелегкий. Можно так запрыгнуть и подумать, блин, отсюда невозможно выбраться. Что за тупняк? Я потерял, где я нахожусь. Потерял. А, потерялась я, но не в ту сторону побежал. Тут же как бы карта... Ориентируйся, знаете, как на местности. Вот тебе карта, вот тебе компас, короче. Думай, где ты... Ну, там солнце. Думай, как тебе, куда бежать. То есть, если бы, знаете, когда ты играешь в игры, ты на карте маркером обозначен. Здесь-то такого нет. Я просто смотрю на карту и как бы думаю, я, похоже, вот здесь. И куда там дальше бежать? Так, а я не отсюда пришел. А, нет, я же снизу. Мне нужно налево до конца этого коридора. До конца этого коридора. Потом вниз спуститься в самый... Пойдем в новую же локацию. Попади. Ой, ракеты. Ракеты редко дают вообще. Прям совсем редко. Но обратите внимание, за все время у меня две ракеты. Все, один раз выпало. По две ракеты дают каждый раз. Иногда, кстати, вот этот слоумо, он помогает. Иногда нет. Конечно, классно, когда стабильно все работает. Но, поверьте мне, вот в такие игры мы играли в далеком, блин, 86-м, в 90-х годах. В общем, и сейчас там 30 фпс, 60 фпс. Я не знаю, мне главное, чтобы была картинка офигенной. Стабильные 30 кадров меня устраивает. Раньше вот в это играли, и не парился я. Что там говорить? А сейчас там 60, 120. Все это, все это ерунда. Так. Теперь вниз, блин, сцепился. Ну, тут, кстати, подлагивание, и... Я, блин, получил урон. Ну, вот казалось бы, казалось бы, 100% было в жизни, а сейчас уже 58. А так, чтобы меня там сильно кто-то прям зацепил, нет. Чуть-чуть там, чуть-чуть там, и жизнь... И жизнь уже на исходе. Так, отправляемся в новую локацию, Норфей. Она называется. Но нужно добежать, конечно, еще до лифта. Сейчас попробую восстановить чуть-чуть здоровье. Просто можно пробитать под ними, они тогда не попадут. Но тогда здоровье, что здоровье, что тогда не восстановить. Блин, ракета ушла мимо. Тут еще так прикольно сделано, когда ты уничтожаешь вот врага, если с него что-то выпадает, пока ты не подберешь этот лут, который он оставил, он новый не появляется. Вот. И, соответственно, новый не вылетает, если ты его заморозил. То есть можно тут, короче, тут различные делать хитрые комбинации с такими противниками, которые постоянно распаунятся. Попаунятся. Пляхом, вот это я попал. А, 22! Черт, 6! Вот тебе восстановил здоровье. Вот на ровном месте, 11 единиц здоровья осталось. А вот и элеватор, эскалатор, лифт. Вот у нас лифт, опускаемся в новую локацию, Норфейр. Что мы тут будем собирать, пока даже не знаю. Тут будет посложнее. Враги посуровее. Можно, кстати, сделать вот так. Надо больше ракет. Для начала. Тут какие-то ловушки. То ли лава, то ли пойми, что оно такое, блин, зацепило. Есть дополнительная ракета. Теперь будет полегче. Теперь я 10 штук с собой могу носить. А вот здесь вот у нас секретик. Таких, кстати, много очень локаций, где стены можно разрушить и пройти. Вперед. Вот и без карты, конечно, тяжело сделать. Приходится все это дело прощупывать. Да, блин, взял и разморозил. Путаю кнопку с этим. На 3DS немножко другая была раскладка. Соответственно, по-другому. Да что такое? Хотел жизни наоборот. Получить, а получилось, что потратил. В этом плане, конечно, метроид суров. Нельзя расслаблять булки. Кажется, вроде бы, вот как было у меня 100 единиц здоровья. Я еще такой думаю, нормально, нормально. Чуть-чуть. Чуть-чуть я расслабился и все. Тауи зацепился. Все, 91. 91. Кошмар. Было 200 единиц, теперь 91 единица здоровья. С этих ничего не выпадает, очень жалко. Ну, тут тупик в этой комнате нет смысла дальше. Так, теперь возвращаемся назад. Блин, давайте, может быть, с этого выпадет сейчас. Сейчас тоже убей эту фигму. Какой-то бобер. Так, ну, 5 восстановили. Надо немножко помедленнее. Ну, потактичней. Угу. Потактичней. Вот и вся моя тактика. 46. А-а-а, просто у меня паника. Надо энергетическую ячейку найти срочно. Так, а тут наверх. Как нам подняться? 36 единиц, ребятки. Я в шоке. Чё, ты будешь стрелять или нет? Та зацепился! Вот ты чё, блин! Тут ещё так сделано, если ты полностью теряешь жизнь, ты начинаешь, короче, с 30 единицами здоровья в последней локации. Это прям совсем просто грустно. Что такое 30 единиц? 30 единиц это тебе пукан прогреют так тут. Ну, бляха-муха. Вот тебе и здрасте, вы умерли. Пароль там, запомни, Андрюха, пароль. Ну, с другой стороны, мне не пришлось выбираться из этого лабиринта. Нам теперь направо сбежать. Так, давай. Просто теперь нужно, конечно, аккуратнее. 30 единиц. Не думал, что... Помру я ночью. Чё, блин? Бывает и такое. Вот эти вот попадания. Раз попал, второй раз, блин. Разморозил. Это меня расстраивает, что я так. Делаю. Так быть не должно. Тут вроде такая зона, где можно восстановить жизнь. И музыка другая, более спокойно. Вы обратили внимание? Такая. Ну, хорошо, хоть конты бесконечные. Наверное. Блин, это вообще магия тут случилась. Офигеть. Офигеть. Так, ладно, подождем. Не торопимся, не нервничаем. Не торопимся, не нервничаем. Хит! Просто у меня паника только, что горел пердак так, просто, что... Ну, он во всех смыслах. И тут я хотел уже кричать, что происходит, как-то тебя угораздило туда попасть. И это самое, блин. И там самус в огне просто варится. Тут каждый, на самом деле... Я так просто лихо начал. 200 единиц набрал здоровья. Тут, на самом деле, каждый твой энергозапас прям очень-очень важен. Прям каждая вот... Ну... Каждая единичка. И поначалу, когда у тебя 200, ты такой не паришься. И вот это меня привело к тому, что... Я расслабил булки и помер. Не помню, что здесь. Сейчас будем смотреть. Тут есть такие еще, типа, я их дельфинчики назвал. Или они вообще морские котики. Типа, вот они. Они плюют, блин, из воды. Просто их ненавижу. Огнем они фигачат. Блин, одну лишнюю ракету. Так, и куда мы добежали? Че мы тут подберем? А, у меня есть такое. Это тоже заморозка. Ну ладно. Тут можно, видите, ее в двух просто местах забрать. Может быть, стал, конечно, помощнее лазер. Но об этом я не в курсе. Секретики. Мало, очень мало здоровья. 41 единица. Ты представляешь, как меня выкинуло. Ну тут же ж тебя от бомбы, типа, откидывает. Ты глянь, летал там все время и вылетел, и зацепил. Туф-та. Хе-хе-хе, происходит. Ну что ты делаешь? Опа. Фейковая лава. Может быть, тут где-то секрет, о котором я не знаю. Да, так и есть, но я не хочу туда падать вниз. Это мы просто спустимся на уровень ниже, а нам как-то этого и не нужно. Нам нужно, наоборот, наверх. Это прикольно получилось. Зажал эту улитку. Я не помню, их можно так уничтожить, или только ракеты. Можно. Ура. Ракет-то нет. Горишь, нет ракет? На тебе ракету не голди. Наконец-то мы доперли. Это прекрасный момент единения с ракетой. Теперь у меня больше ракет. Штук 15 я могу с собой носить. Это потрясающе. Легче нам будет. А тут еще пить пяточек сразу. Ну, ракеты все равно как бы лишними там нельзя тратить вообще. То есть они лишними не будут. В каких-то моментах, конечно, можно будет расходовать там. Но лучше всегда пользоваться бластером. Наверх там нечего ловить. Я вам так сразу скажу. Что-то мне казалось, что три ракеты достаточно. Ой, три бомбы для вот этого противника достаточно. А получается, что нет. Вот так вот бомб, ну, ой, бомб. Ракет мы подсоберем. Будет легче в разы проходить. Готово. Здесь нам ловить нечего. Даже если что-то взорвется, мы не это самое. Ну, комната просто одинаковая. Нам не надо дальше идти, там ничего нет. Кстати, бластером тоже ж можно расстрелять. Но ракеты быстрее. Теперь можно использовать эту замечательную тактику. Заморозил, застрелил. Ракетой. Так, блин. Паника, паника. Это когда я падаю в эту лаву, просто у меня нет слов. Хочется кричать. Ну что, вниз? Можно сюда зайти. Нет, тут еще одна дверь будет ниже. Сейчас. Вот она. И она тоже не наша. Нам. Мы сюда немножко позже вернемся. Наша вот эта дверь. Нет, подождите. Как раз вот эта дверь не наша. Нам надо дальше идти. С секретными ходами. Классно, что бомбы не кончаются. Я помню в Супер Метроиде как-то играл. Минировал все подряд. Просто без конца. Именно отни взрыва там. Постоянно эти бомбы в каждую стеночку. Вот так вот. Типа все это. Ну так играешь и в этот Метроид. Но когда с картой лишние тысячи выстрелов делать не стоит. Правда ведь? Опять вот эти вот. Морские эти кони. Рожу высовывает. Здоровье ушло как только что. Шостка. Блин, а одну ракету больше постоянно. Не помню, что здесь. Ой, ребятки. Что здесь? Что здесь? Это двойной прыжок мы только что получили. Теперь есть возможно... Не двойной прыжок, а выше стала саму спрыгать. Что тут у нас? Что тут у нас? Ну давайте. Тут есть секрет. Пойдем дальше тогда этим маршрутом. Мне бы конечно хотелось энергетическую ячейку где-нибудь достать. Но есть она здесь, но до нее там пилить и пилить. Просто здоровья должно быть побольше уже в этот момент. Блин, ты чё ракетами? Я путаюсь немножко в управлении, как я и говорил. Раскладка другая. Я вроде выставил себе как хотел. На 3DS-ке просто кнопки по-другому. У меня 6-кнопочный джойстик, а на 3DS-ке 4 кнопки. Там... Так вот, как на PlayStation, на джойстике. На 3DS-ке. Блин, этот еще взорвать нельзя. Ждем, пока он отсечется. Так, где-то должен быть секрет. Не помню, здесь или нет. Наверное, здесь. Видите, комната такая же уже была. Теперь мне будет не так сильно наносить урон лава. Вот это вот хорошо, что мы сюда заглянули. Ой, подождите, какой не сильно урон лава. Теперь я делаю вот этот прыжок. Уааа, ребятки, теперь я как Соник. Просто все, кто попадают в этот... Ну, в радиус вот этого прыжка. Они будут уничтожены. Просто молниеносно. И сничтожены из пелены. Теперь полегче будет прыгать. Оу, свалился вниз. А тут у нас... Вроде как и надо вниз. А, фейковый пол точно. Фейковая лава. Здесь можно будет протиснуться чуть позже. Сейчас, одну секунду, я хочу убедиться просто в правильности нашего маршрута. Да, ничего не остается нам делать. Как сюда просто лежать? Тут единственный минус этот Самус, когда... Ну, она вроде бы прыгает, но если ты типа головой там упираешься... Ну, сальто она крутит, тогда враги получают урон. Но если ты упираешься головой в потолок, то вроде бы идет как бы это вращение, но оно не срабатывает, ты получаешь урон. Короче, есть тут нюансы свои. Но в разы уже стало легче играть. Это прям победа. Так, это комнатуха. Нет. Это комнатуха, мы идем дальше. Тут просто фантазия. Вся пара рабочих, как на максимум разыгралась, какие-то камушки висят в воздухе. Вот это было непонятно. Должен был противник помереть, а он что-то нанес мне урон. Странно, странно, странно. Мне зачет. Так, так, так. Так, так, так. Я просто потерялся, где я нахожусь. Отлично. Добрались. Ребятушки, это крутая, крутая миссцина. Сейчас мы получим еще один энергетический блок. Ну, если, конечно, я до него допергу. Да! Вай уже! Пу! Ура! Блин, теперь, конечно, тем же самым маршрутом назад. Это меня не очень радует. Ну, что делать, что делать. Теперь 300 единиц здоровья, которые теряются так же быстро, как, блин, и накапливаются. Он уже, уже не 300, а 259. Ну, это было просто лучшая тема. Вот так вот остановить как раз в том месте, где надо подпрыгивать. Так, а что происходит? Фу, ты меня задолбала. А, я просто ошибся, ребят. Выход вот здесь. Да, что-то я немножко тут сплоховал, скажем так. Ну, теперь до конца налево бежать. Никаких проблем быть не должно. До конца налево. Потом будем падать вниз. Че, блин, уничтожаются. Вы видели? Интересно, какие в шоке. Что это было такое? Подписывайтесь на мою грибу. Вообще-то. Вообще. Кто-то. 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 Субтитры сделал DimaTorzok. Звук. Кто-то. Кто-то. ну неплохо неплохо стоп вот здесь по моему можно а нам не нужно сокращать путь никак нам нужно двигаться до конца налево но тут к в этой локации можно было наверх секретный ну не секретная просто там стенку разрушить подняться наверх вверху просто идет параллельно такой же туннель как мы сейчас бежим нам просто нужно до конца налево потом по этому туннелю можно выбежать направо как бы вот но но нам не надо просто сейчас наверх нам нужно вниз здесь же есть все это вот лава не настоящая найти сейчас где разрушается пол и еще секретиков а вот это это тоже лава не настоящий идет мне не хочу туда идти а 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 Продолжение следует... Познай просто боли, страдания. Жалкие ублюда. Вот здесь вот, если, блин, упасть... Мама! Да там фиг выберешься. Лучше туда не падать. Эти еще шары пытаются тебя просто сбить. Субтитры сделал DimaTorzok Блин, ну допрыгнул же, думал недолетит. Да что ты засел в этой лаве, кошмар. Не надо так. Я реально очень в большой тревоге, чтобы просто не помирить. Получилось проскочить в несказанно рад. Мы близки к завершению этого путешествия по этой локации. Она мне просто не очень нравится, я вам признаюсь. Опять вот эти вот особенно. Лучше сныкаться отсюда. Ну наконец-то. Так, еще одна ракета. Забрали. Все, здесь тупик. Да, да. Субтитры сделал DimaTorzok тут как-то определенное количество можно уничтожить вот этих вот кирпичиков и когда ты типа уничтожил ты стреляешь больше больше новые не уничтожаются то еще тоже странная особенность те же сальто когда ты так не необходимо нет ну ладно значит следующая такая же комната стоило ли оно того я еще тоже такой думаю надо туда прыгнуть что тут телефон сколько процентов нормально конечно постоянно включен на телефоне карту открыл так ну и где мы я что-то вообще запутался ну допустим ладно любопытно чекнем здесь комната вам ничего не напоминает блин только что были в такой же самой блин а вот это лишнее ну что он вроде бы все норм вроде бы да только лишний раз не не галдеть все конечно норм лучше бы было все мне нравится в лаву когда я падаю что быстро начинает забираться здоровьем ну Да, блин, давайте подождем этого. Ну, ракет чуть получили. Неплохо. Тут просто я... Все-таки один секрет. Я пытался там пройти. Я правильно заметил как бы его. Но, блин, что-то не получилось там разрушить пол. Просто я, наверное, недостаточно старался. Почему я вспомнил это имя? Так. Есть вот тут вот. Вот. Я ж помню, что здесь должен быть. Вот этот конек, горбунек. Где-то вот здесь все. Тут прикольно, смотрите, как он вниз уходит. Интересно, да? Пять ракет. И, ребят, мы получаем новый бластер. Теперь замораживать не будет. Но зато убойная сила в разы просто... А в разы сильнее. Вот. Какое-то время мы побегаем, конечно, с этим бластером. Он, видите, еще волной идет. Тоже очень крутое оружие. Бластер. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пять литься. Кchальная миссия. а вот теперь вот теперь отсюда надо блин выбраться путь будет немецким и наконец-то тут произошло то о чем я говорю разрушил квадраты и польша не рушится и я ничего не может сделать а вот здесь я должен был сальто крутануть уже несколько раз что такое блин так 31 ракета это прекрасно но пляха муха жизнь уходит ошибочка ого даже эту платформу расстрелял такого я не ожидал вот но теперь вроде мы выбрались и бежать только направо до конца до упора без лишних там историй вот эти о чем я говорил типа двери открываются ты ничего не можешь сделать потому что грузится как был локация и залетает противника просто наносите голову ничего сделать не может уж не видел что там будет дальше а вот как здесь подходишь двери и так раз а тут тебе уже блин на стреляли еще не в комнате я уже получил до долгое было путешествие заглянули Ну или мы тут в секретную локацию, правда? Времени потратили, будь здоров. Но зато сколько ракет получили и прокачки. Все это, конечно же, нам пойдет на пользу. Продолжение следует... Казалось бы, да, что могло пойти не так. Пушка, конечно, очень крутая. Обратили внимание, в разы быстрее выносят противников. Но есть нюанс, не замораживают. Не замораживают, они не остаются. Они на секунду как бы тормозятся. И все, а если бы эффект был волна плюс заморозка и повышенный урон, вообще бы было просто сказочно. Это было бы песня. А вот это не песня. Я с этой пушкой... Я с этой пушкой не смогу пройти дальше. Представляете, мне нужно... Может, я, конечно, смогу, типа, получая урон, оттолкнулся от этого? Нет, он не прыгает. Да, вот это обломейшн. Представляете, какая история? А никакой истории. Короче, мы сделаем по-другому. Гуидо. Мы сюда вернемся позже. Мы запомним, что мы здесь не забрали. И просто вернемся и заберем свое. По-другому и быть не может. 50 ракет. Как тебе такое, Ион Маск? У тебя есть 50 ракет? Хе-хе-хе. Теперь мы тут спускаемся в самый низ. Сориентироваться без карты нереально, согласны? Вы обратили внимание, что тут полный, полный, полный непонятный присос творится. Если бы... Ну вот, в следующих, как бы, частях, ну, за исключением второй, я имею в виду третья и дальше, там уже просто локации, они отличаются друг от друга кардинально. Ты четко даже можешь и без карты так и сориентироваться, где ты находишься. И это, конечно же, конечно же, круто. Ну, а тут пока приходится как-то что-то выдумывать. Ну вот, как я, карту с интернета. Это, конечно, в 96-м. Представляете, как это было интересно и в то же время сложно исследовать этот мир без интернета, без подсказки. Ты не можешь посмотреть, правильно, что и как, и ты вынужден просто перегревать, мотаться по этому миру туда-сюда и догадываться, что тут вот мы пришли в новую. Локацию называется она Ридли's Hideout. Этот... Не укрытие, а... Ну, можно назвать укрытие Ридли. Но правильное слово все-таки... Убежище, наверное, будет. Вот так вот. В общем, место, где спрятался Ридли. Секретик. Секретик. А как же? В общем, дверь меня прижала. Тайц, что ты делаешь? Накосячил. Я тут еще пытался одним глазом посмотреть, там я или не там. Да, вот так можно. Ура! Ну, тут именно банда собралась, гляньте. Что-то они замерзли. Что-то не должно было такого произойти. Но... Я только за. Вот еще игра. Покрашилась игра. Я просто в шоке. Офигеть, вы видели? Зависла. Ну, такого я... Еще не хватало мне такого. Пароль. Срочно пароль. Я вообще такого не мог предвидеть, чтоб она там это... Давайте возьмем эту штуку и засейвимся. Тут есть просто сейв в эмуле, потому что оно... Ну, здрасте, блин. Я такого вообще как бы даже не предполагал. Сейчас одну секундочку. У меня инфаркт чуть не случился. Я не знаю, может комп там что-то медитирует. Все. Поехали. Так. Добежали до... конца. Забрали ракету. Забрали ракету и... Блин, вообще мне нужно было на самом деле подняться, когда я получил двойной прыжок, подняться на самый верх. И там есть приятный бонус, короче. Ой. Вот. Это костюм, который типа от лавы. Он работает исправно. Но я... Я проделал. Я думаю, почему мне лава так наносит сильно урон? Теперь я допер. Да чё ж ты виснешь-то? Она как заглючила. Может быть из-за того, что это русская версия. На 3D-ске, конечно же, такого не было и в помине. Там все игралось просто сказочно. Вот эти вот должны летать верхнюю с противники. Может быть из-за локализации. Блин, из-за трех строчек, которые там написаны. Я бы с английского вам перевел, честно. Но я думаю, такой, ладно, есть там типа русская. Давайте уже там. Чё нет? Ну вот. Может просто мой комп не вывозит эмуля? Это тоже вполне возможно. А может быть из-за того, что жара дикая может быть? Тут у нас, ребятки, секретик. Именно так нужно проходить. Нет смысла бежать до конца в этой комнате, потому что там будет тупик, который мы не сможем перепрыгнуть. Сейчас вы увидите. Там будет огромная стена. Но может быть тут еще и в других местах вот здесь где-то. По-моему, еще где-то можно пол проломить. Вот видите, стенка. Тут реально не перепрыгнуть. Чё вообще происходит? Представляете, железо того времени, как напрягалось. Тут именно подвисание, это четко, знаете, как перенесено, сколько ракет. Мне показалось нули. Думаю, чё? Как я пройду дальше, если у меня ноль ракет? Ну, все норм. Так, ребятки. Восьмая. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. А вот восьмая это подстава. Нужно ее перепрыгнуть. Есть! Мы забрали контейнер с энергией. Соответственно, у нас стало больше жизни. А теперь вот куда тут, куда тут дальше? Убежать. Ну, вообще, можно, наверное, вниз тут и дропаться. Вот видите, тут подстава вот такая. Вот. И направо за ракетами. Убежащий Ридли. Вот, правильный перевод. Ридли, кстати, это назван босс в честь, соответственно, Ридли Скотта. Потому что разработчики вдохновлялись и серия Чужого. Не серия, а на тот момент наверное один был Чужой. Он очень понравился, соответственно. Они решили вот таким образом упомянуть одного из своих любимых режиссеров Ридли Скотта и назвали монстра монстра Ридли. А, 60 ракет у меня всего. Неплохо. Это максимум. Больше не могу пока что с собой нести. Так, тут сложный прыжок, но если просто не заморачиваться, то делается он легко. Вот эти вот что-то видите, они должны летать вверх-вниз, но они по какой-то причине подвисли, и тут игра тоже подвисает. Но главное, чтобы не закрашилась полностью. Да, есть одна ракета. Вот, у нас она... Ой-ой-ой! Ну что ж, ты, блин, не усмотрел. Там есть такие специальные пол. Отсутствуют. Ну вот здесь, вот здесь, нужно было бегать, конечно, в костюме, а костюм находится на самом верху. Я покажу вам, где его забирать. Просто, что без костюма типа в лаву. Если ты наступаешь, очень быстро уходит жизнь. А если бы я его взял, то там она практически не отнимается. Так, изи. Изи просто бегаешь. В метроид 3, допустим, это вообще сделано так, что ты не можешь попасть в локацию, пока ты не найдешь костюм. Ну, кстати, метроиды, они очень повторяют друг друга. То есть, вот, каждый метроид, даже третий, он такое впечатление, что он очень похож как бы отчасти. Но первый такое впечатление, что ты в тех же самых локациях. Может, там так и есть? Может быть, супер метроид, я уже просто не помню. Может быть, супер метроид это есть? Типа, метроид 1, только... Только... Бляха-муха. Ну, только, типа, на супер нинтендо, поэтому он называется супер метроид. А вот тебе и любви. нет, я не должен делать угол, мужик, я должен делать фига-муха. что у вас с этой стороны. Вот и все. Прощай, ребби. Ну, легкий босс, наверное, один из самых легких. Не помню, сколько ракет. Пять или больше, но у нас хватает. Так, а тут что за фигня? Нафига ты виснешь? Такое впечатление, что не прорисовались части этого самого земли. То ли я ничуть не в курсе, то ли реально как подглючило. Вот, мы практически зачистили это подземелье. А, да, видите, он тут может бежать кое-где, а кое-где нет. Вот и все. Норма, я думаю, что тут не так. Так оно и должно быть, ребят. Так оно и должно быть. Ридли побежден. Теперь можно до конца по прямой. сразу так, да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. меняет мы практически зачистили кстати эту локацию практически на сотню. Вот осталось один контейнер с ракетами забрать и все. И мы полностью зачистили. Ураю. тут кстати очень классно восстанавливать здоровье вот эти шарики. И если у тебя как раз вот этот бластер как у меня вот так вот и стреляешь и забираешь с ним просто максимум себе хилок. Хилок. Типа секретик. Типа секретик. Да, что ж ты делаешь? Хотел с него блин заработать этот хилку а еще и под отлить от него да, е-мое у меня уже до этих две покрашилась ячейки здоровья представляете? Ради одной ракеты столько блин потрачено было здоровье. Так, а теперь вылазить наверх блин тут еще фейковый пол как бы наоборот типа нафармить фармщик фарм фармин символей ну не все прям грустно сейчас мы узнаем смогу ли я подняться тут наверх вот это у меня кстати не отмечено нет, ребятки наверх тут никак придется теперь бежать назад до конца просто опять этот коридор блин подвисает спасибо конечно за перевод не, ну может быть так что-то и работало в этой версии я не знаю может быть что-то на 3дске отличается просто ну не было такого там хочется знаете типа сохраниться достать картридж продуть его поставить на место где-то пол опять не в одном месте хватай уходим ой или чё блин прошу прощения не рубанул микрофон тут напряженный момент стрельнул вверх ну дурка ну ничего я больше не могу сказать как так можно зачем же ты в шар свернулся еще одну ячейку уничтожили вроде бы набрал вроде бы столько набрал этих ну вот жизнь раз-два тут же все просто сливается представляете 92 единицы из 400 из 500 даже из 500 и здоровья у меня 90 устанет я фартовый просто до невозможности так это не те дроида которые которых мы ищем тонут как он он не должен скользить он но он блин ну то есть его как занесло такого быть не должно вообще блин вы издеваетесь 17 единиц здоровья валим а куда мы валим это не выход по моему нет это выход ребята это выход это выход в газа этих неплохо дает ну с этого по полной здоровья 10 прошлый раз помню даже больше блин ну как я же сальто крутил 12 единиц этот адский сигнал я переживаю по максимуму так по моему мы дошли мы допёрли это выход блин вот это меня конечно разнесли там ну бывает осталось у нас в этой локации которую мы покинули норфейр в ридли скайдаут мы все собрали а вот в норфейр остались две ракеты чуть позже мы за ними обязательно вернемся я не понял где я вышел а это мы вышли сайдаут нам наверх теперь будет пикать пока не пополнил здоровье а все пополнил получается какая штука если как правильно объяснить если ты погибаешь а вот эти штуки тебя тоже прижимают а вот если ты погибаешь ты в последней локацию дети по линии ты там оказываешься а я как раз из ридли этого хайдаут ой подождите нет меня вообще закинуло отлично куда меня закинуло меня закинуло на начало норфейр мне не пришлось долго подниматься по этой локации и мы попали не чуть ли не на самое начало это вообще просто сказочно здесь все враги меньше урона наносят легче убивать короче все как положено для спидранеров конечно это не секрет я думаю они пользуются такую фигню постоянно что ты типа умер для того чтобы быстрее переместиться короче начало локации я не собирался конечно погибать ну что делать просто меня тут закрепили я держался как мог шесть если я не найду ячейку блин то у меня конечно дела печальные печальные уху это было так все нормы в какой-то момент жестко меня прям поджали забрали все здоровье я не знаю что вы теперь ракеты даете то не было ни одной ракеты мне жизнь нужно а тут выпадают ракета на ракете нафига они нужны вот это вот самая первая локация мне не сюда я просто сориентировался я нахожусь дальше пойдут конечно прям жесткие зоны если это было еще не жестко дальше будет вообще труба если это не жестко то что же будет дальше да ну гляньте одни ракеты вы чё прикалываетесь 38 здоровья ракета на ракете пляха муха что за стебутся просто стебутся мне бы жутушки под тягать так вот локация в которой мы не были ребят это стартовая локация ну может быть мы сюда и заглянули но я быстро отсюда свинтил потому как у меня не было высокого этого прыжка без него здесь у нас ничего не сделаешь тут разрушаются вот эти четыре квадрата специально так задумано можно пройти направо до конца тут по верхнему они так спецом сделали что навстречу тебе бегут и галошны и сами лезьте туда вниз за жетушкой ребятки но мы добрались по моему до того места до мне нравится то что тут еще земля когда вот это восстанавливаться она забирает у тебя здоровье вот 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 этот момент в смысле я ошибся что я сюда не забежал если я сюда забежал сразу то может быть я не потратил на вторую жизнь 133 ракеты 133 несчастье лима не сметит да как он выглядит вот такая вот штукенция повышает она энергию то ли мне меньше урона будут наносить то ли ну в общем если я в лаву сейчас упаду то мне будет в разы комфортный улучшил костюм как я понимаю может быть энергии больше теперь я получают тут надо ли вниз вниз внизу там улетает этот шук какая-то подстава мне кажется быстрее восстанавливаться здоровье или с этим больше дают ребят или просто за счет того что мы взяли этот костюм ну вот эту энергию я думаю это не был костюм точно какая-то знаете похоже на этот господи атом да помню помню что тут куда-то можно ага протиснуться блин ну падает а не надо было на врага прям ё-моё андрюха ура энергетическая ячейка еще одна зачет видите теперь медленно уходит прям можно реально стоять там тогда там прям прям вообще улетала духа сейчас терпимо терпимо 143 ракеты я даже не верю что такое количество у меня нет здесь мы уже забрали все нет здесь мы уже забрали все эта игрушка она играется интересно но выглядит она конечно ну совсем просто это знаете одна из первых игр типа для нинтендо там ну вот а конечно в следующей части они прям то что нужно есть еще очень интересная серия метроидов три части выходила там метроид коррапшен первая вторая и третья по моему коррапшен от первого лица с видом от первого лица очень любопытно сделаны они тоже были экклюзивами нитендо ви ну вот игруки очень-очень такие любопытные так куда нам дальше 145 сколько же всего ракет я могу с собой тянуть но пока что очевидно что 47 могу ну а не не а да я 149. Так, мы вернулись на самое начало, ребят. Это прям такие первые локации. Ну, не то, что первые локации, это прям первая локация. Здесь я еще рассказывал, на какие платформы выходила эта игра. В смысле, что она выходила на Nintendo Disk System. Вот так именно сделали, а неинтересно, что... Вот, кстати, ребятки, покажу тут секретик, вот здесь, но мы возьмем его позже. Поначалу нельзя было это узнать, потому что лазер не бил так высоко. А вот там энергетический блок, который нам пригодится, конечно же. 150 ракет я могу с собой пока что внести. И вот тут мы вниз не могли спуститься поначалу, потому что не было вот таких бомб. А теперь без проблем. Вообще, просто тут можно крошить всех налево и направо. И хоть я так легко уничтожаю этих врагов, тут трудностей будет. Будь здоровы. В этой зоне. Дверь, опустились. Ну, давай направо. Тут, по-моему, лифт. Да, так и есть. Поехали. Здесь вот как раз корявый есть участок, который люди просто показывают им какие-то безумные... Ну, они как бы... Есть, конечно, мастера, они там просто прыгают на раз-два. Но я, допустим, так не могу. И, ну, как я пробовал, можно туда проскочить, я проходил. Но потом я решил просто изучить этот вопрос. Надо ли туда бежать, или можно как-то по-другому пройти. И оказывается, что не нужно совершать этот безумный прыжок. Я сейчас вам все покажу. Вот так, есть дополнительная ракета. Тут можно, кстати, двигаться направо дальше. Вот. И там потом подняться наверх, и там будет целый сектор... Этот самый... Блин, блин, блин. Пойди вон, что ж ты делаешь? Там будет целый сектор. Такой, ну, лабиринтов. То есть он там между собой соединен. Но полезно в этом ноль. Поэтому мы сразу выбегаем отсюда. Вот. И что? Будем ли бежать направо? Я даже не знаю. Вот через эту дверь. Ну, наверное, да. Или заберем сразу энергетический блок. Найк-блок, наверное. Так, вот сюда раз. Комната только что-то была очень похожей. Ай. Есть. Хоть и... Не все четко, не все гладко. Но блок забрали. Больше тут ловить нам нечего. Угу, стоп. Так меня могут покрошить. Сейчас. Ну вот, выход здесь. Ну, по крайней мере, я так выбираюсь отсюда. Может быть, тут есть какие-то мне неведомые тропы. Теперь можно и сюда. Здесь, по-моему, еще один контейнер для ракет. Вот такой был звук. Так, есть. Ребятки. Ой, блин. Я там пока отмечал, что это собрано уже. Прилетело мне. А на кого не так? Да, если тут тоже расслабляться, то будь здоров, снимаю здоровье. Так вот. Сейчас я вам покажу. Ну, в принципе, мы двигаемся правильно. Так, сюда, наверное, не надо. Ну, сюда можно зайти. Но тут у нас фейковая лава внизу, не настоящая. Можно вот так вот просто пролететь. Все это дело. Все это дело. И попасть к ненастоящему Ридли. Ой. Не Ридли, а этому крейду. Фейковый крейд. Не помню тут или нет. Наверное, нет. Наверное, в следующей комнате. Да, красный должно быть ракетой. Немерен кроваться вон. А, да, на. Нет, нет. Пойдите. Можно... Знаете, что сделать? А, да, зачем же я? Сначала можно сюда забежать. И тут у нас еще один контейнер. Для ракет. А потом... А потом мы вернемся туда назад. 29 единиц здоровья не очень хорошо. Тут как будто должны что-то были положить, но ничего нет. А, вот успела меня ударить. Представляете? Гадость. Так, фейкового Ридли мы... Ой, и фэтован. Не Ридли, господи. А Крейда мы убили. И теперь дальше. Бежим. Все. Не так вам надо, что ли. Нет, вот так он надо, что процентов. Это тут уже выход. Странно, почему пол не разломался. Тут должен. Ну, по-моему, посредине вообще. Вот это должен ломаться. Что за бред. Что за бред. Что за бреднее. Я вам руб за 100 даю. 100 за руб. Вот здесь вот пол разламывается, и ты попадаешь к этому самому. господи. Ну, господи. К Крейду. К настоящему. То есть он должен здесь разломаться пол. А снизу? Снизу. Типа можно... Может быть. Ну-ка, сейчас назад. Может быть. А, ребят. Ну, вот так вот. Я просто... Простите, я здесь... Я же тоже здесь пробовал. По-моему, вот тут. Ну. Ну, я же знаю. Ё-моё. Просто не в той комнате. Комната одинаковая. Так. Ну что ж. Здорово, здоровяк. На тебе. Рашим ракет у нас, в принципе. И можно попробовать. Блин, когда вот этот звук, бым-бым-бым, это ему урон не наносится. Пока у него, типа, шипы торчат, на него не стреляет. Какой-то долгий бой получился. Но, тем не менее, победа. Тут все вот так вот. Нужно рашить их и, как бы, и все. Тут очень есть забавная штука. Тут секретик. Он вот здесь. Можно двумя способами получить. Можно вот так вот отсюда свернуться в кубок и сюда попасть. А можно сделать вот так. Ой. Сейчас. А можно сделать вот так. Тут наш выбор. Ну что ж. Побежден еще один противник. Я несказанно рад этому. И мы практически, практически близки к финалу. Я как Майкл Джексон только что что-то назад отъехал. Я так не понял, от чего это зависело. Оно было некомфортно и неправильно. То есть такого не должно быть в этой игре. Ну что, наверх. Ой, да. Какая вот эта вот. Какой это не классный подъем. Понимаете о чем я? Хотя, блин, я специально тут все это протренировался с 250 раз. Не должно было быть никаких проблем. Тап, прыгай. Сейчас. Ты прикалываешься. Вообще просто такая именно засада. Ну, не получается просто сделать как надо. Вот где-то, блин, сбой. Ну, давай, тут появись. Вот, лучше. Блон, когда ты летишь в самый низ, короче. Когда ты уже близок. Вот это будет неприятно. Так, здесь мы были? Нет, ребятки. Здесь мы не были. А значит, забегаем. В пути комнаты, видите, опять она выглядит один в один. Вот. Но здесь у нас ракета, которую мы еще не забрали. Теперь она у нас... Так, я долго буду помирать. Ты, глянь, просто не хочет прыгать. Ну, бывает такое. У меня, кстати, такое получилось прохождение, что я даже не был... Ну, я говорю, тут есть такой участок неприятный, где все сильно морочатся. Вот. А мы даже не были возле него. И я даже могу его... Ну, мы его сейчас не увидим. Если я просто выйду с этой локации, как бы... Нам уже нужно просто выйти с этой локации. Мы все сделали, что надо тут. Просто ее теперь остается покинуть. Вот. Но я должен просто... Должен просто вам напомнить, о чем я говорю. Это что такое? Все. Нам остается тут только вверх подняться. И мы... Мы покинули эту зону. Вот. Вот за это я вам говорю, видите? Вот здесь. Вот так вот. Прыгают. Типа бомбуют. Уставят. И скачут наверх. Вот таким образом. Но нам... Ну, на самом деле, нам сюда не нужно. То есть у меня... Я в шоке, что удалось. Это так легко сделать. Тут самое интересное, что я сейчас пройду. И будет еще одна такая же. Такая же вам. Вот она, видите? Еще. Но мы там были уже. Мы просто все там сделали. Это... Если я сейчас сюда зайду. Я опущусь вниз. И налево мне придется бежать. И мы придем к Ридле. Ой. К Рейду. Но зачем просто, если мы уже все это выполнили. Так что... Просто покидаем эту зону и все. Оно как бы вообще не рассчитано на то, чтобы сюда люди заходили. Это как тупик такой. Но... Знаете, придумали. То есть тысячу раз попытались и получилось туда запрыгнуть. Ой. Что это такое? Это в сто пятьсот раз увеличилась скорость игры. Зачем же это произошло? Я ничего не нажимал. И... Какая-то просто засада стряслась. Нужно мне... Придется мне нажать. Придется мне... В опциях посмотреть. Ну, я даже... Все нормально. Вот это да. Такого не было никогда. Я вам даю сто процентов гарантию, что это именно с версией, которая переведена на русский язык, происходит вот такая вот хрень. Потому что... Потому что... Ну, я играл на 3DS, не было. Ага, тут нам не подняться. Наверное, в любом случае сюда. Я играл, получается... На версии USA. Ну, как она там? U это буква, да? Вот. Полностью английской. Тоже такого не было. Ну, я прям всю игру не прошел. Ну, то есть я большую часть как бы катанул. Ну, тут, конечно, какие-то нюансы. Блин, сейчас еще раз меня в спину. Неприятно, когда такое происходит. Ну, ничего поделать. Ну, ничего страшного. Бывают нюансы. Можно играть и на настоящем железе. Зависнет это тоже. Никто не застрахован. Сейчас еще такая, тем более, блин, шара. Безумное, что... Железо просто сходит с ума. Надавали мне тут со всех сторон. Давай уже. Убегаем. Ну, можно было вниз туда и не спускаться. Я же хотел только показать вам, получается, этот кусочек. Сейчас я, кстати, гляну, что у нас вообще по прохождению на карту. Мне кажется, мы уже готовы просто заканчивать. Финал. Финал близок. Крейтс хайдаут зачищено. Остается только две ракеты забрать. Ну, два... Не ракеты, это правильно называется, а два... Две ячейки под ракеты. Мы готовы бежать на финальное сражение. Ну, в финальную локацию. Ракеты обязательно нужно забрать. Я вот думаю... Как нам это лучше всего сделать, чтобы и времени сильно много не потратить. И нам нужно бластер сменить, ребят. Вот этот бластер, который у меня, он хоть и нереально крут. Он очень мощный. Вот. Но с ним есть нюанс. В конце он нам... Никак не поможет. Опять эти ракеты. Я, конечно, благодарен. Ракеты эта штука обалденная. Но жутушечки так тоже нужно восстанавливать. Сейчас, когда я перейду на лазер этот назад... Будет не так круто. Ну, когда на заморозку я поменяю. Будет... Конечно, плюс тоже у меня есть. Но... Этот уничтожает в разы быстрее противника. И... У него все-таки радиус стрельбы побольше. Ну, за счет этого... Что-то я как-то высоко вернусь. Вот. Все. Сюда. Да. И еще направо. И еще направо. Мы будем использовать сальто. Тут, кстати, можно вниз тоже спуститься. Но там нас ничего интересного не ждет. Просто пустая комната. А вот здесь, вот здесь, нас ждет смена оружия. Да. И еще направо. Да. Снова заморозка. Получили. Субтитры сделал DimaTorzok 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 но главное поругать игру сразу все становится ведь на свои места сразу на тебе ракеты ракет не хватает то пользуюсь отчеты ракет полно да мы добрались самым верхом 219 но вроде как этого должно быть достаточно 202 на 220 лучше в разы правильно трать жизни чем они нужны тебя же 220 ракет видите как чтобы пройти нужно было двоих убить ридли и крейдом и тогда ты можешь пройти дальше в последнюю локацию оооо блин оооо ребята я весь на нервах тут реально тяжело тут можно раз и просто проиграть поэтому надо максимально концентрации метроиды вот они сами собственной персоной они такие заразы что высасывают всю энергию если до тебя дотронуться поэтому здесь нужно использовать именно заморозку получит меня там ударит вот этот потому что другой лазер он против них не эффективен как специально их может просто не хватит ракет я имею ввиду лучше не тратить я вообще думал конечно сейчас раз 181 мало гляньте как он меня поджидает их реально очень боюсь они сделали такими жуткими они просто берут и отрывают тебе голову понимаете блин там зацепила меня несколько раз ну тут что-то пошли лайки какие-то неестественные то что я на одну ракету все больше и больше я так переживаю ребят я вам серьезно говорю мы так близ близки уже к развязке и поэтому максимально напряжены нервы мои зачем же вы даете жизнь вот о чем я и говорил энергии сто процентов а ракет сто шестьдесят пять это очень мало тут еще лагает так все просто не несу свет на проблема в том что ты глянь что вот эта штука она восстанавливается в отличие от моего здоровья что ты делаешь просто зажали и забрали все здоровье а Продолжение следует... 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 лагает именно не сама игра то есть тут есть такой лаг игровой вот играет еще и лагает еще и это скажите мне лагает еще очень сильно эмулятор начал в какой-то момент какой-то момент он просто начал лагать ребят я извиняюсь конечно же я рассчитывал на победу с первого раза но мы очень долго играем все тут просто у нас затянулась а ну ты глянь гляха муха ну вы издеваетесь специально я бля пожалуйста не надо так делать ну это вообще торба у меня очень мало жизни я еще сюда свалился но я и отсюда вылазил просто я играл на 3d ски когда я до сюда дошел и я это прошел вот падая сюда с первого раза все это с первого раза и я такой думаю ну бой сложный но я все как бы понял как все эти нюансы но тут видите что происходит ядрить колотить еще ну как может быть двойной выстрел если я четко нажимаю один раз но я же блин не бил ну вот не хватило там буквально пять попаданий о ребят ну простите меня до читами я все-таки сделал это то есть конце вы простите простите меня за эти момент не хотелось можно было вырезать но пусть будет уже как будет я к тому что он смотрите какой момент разрешение этого экрана получается 4 на 3 если я просто вырежу станет 16 на 9 а я хотел такой новый формат ну как знаете как это было без черных полосок по бокам там у нас уже лифт выбирать полосок по бокам там у нас уже есть и сто на 9 был без черных полосок и я растеряюсь мне все это смотреть все это все равно и чтобы вы не получили на месте что они все-таки пугать с хорошими форматами до 4-н а не то что они не хотели мне не будет весьма во мне это сразу затем кем-то вы увидите что-то Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну и, соответственно, может быть, у вас какие-то есть рекорды, и, может быть, вы когда-то тоже давно играли, еще в 86-м году, там, в день выхода игры ждали ее, когда она появилась, и просто когда она вышла, вы прошли и тоже там обомлели, что это, короче, не парень, а девчонка в конце. Но прикол в том, что, смотрите, можно раз пройти, раз пройти игру, и ты так прошел ее там за 20 часов, ну, у тебя там космонавт в шлеме, да и космонавт, да, руку поднял там, типа, все, короче, победа в кармане. А потом, а кто-то прошел и говорит такой, там, типа, да я прошел, а это, короче, вообще девка, а не пацан, ты-то, ты че, типа, как ты, да я тебе говорю, я прошел за там за 5 часов, и она шлем снимает, и там девчонка. Представляете, какой это эффект? Это просто была реально разорвавшаяся бомба. Так что, как-то так. Спасибо за просмотр и увидимся в самое ближайшее время. Всем классных игр, хороших прохождений, пока.